Давайте рассмотрим очень интересный контроллер или считыватель. Контроллер и считыватель. Rusgard. Называется модель R10 EHT. Хотя есть точно такой же, но под карты Mayfer. Компактные размеры. Если их сравнить с Матриксом, то он немножко больше, но незначительно. Есть большая подсветка, яркая. Очень удобное подключение. Подключение производится с помощью клеммной колодки, которая целиком снимается с контроллера. То есть мы подключаем клеммную колодку к проводам, которые выходят из стены. Проводки могут быть даже коротенькими. Мы там всё это подключили. Потом просто одеваем эту клеммную колодку на своё место. И всё. Этот контроллер-считыватель может работать в режиме считывателя. Это по умолчанию такой режим установлен. В форматах DAVOS, WIGINT, Airbus. Это для подключения к контроллерам сетевым Rusgard. Это очень удобно. Особенно в режиме Mayfer считывателя. Там можно включить режим шифрования с L3 простым способом. Также и 485-й интерфейс. Как я говорю, подключение очень удобное. С обратной стороны есть датчик положения контроллера на стене. Все настройки производятся с помощью кнопки программирования. Подключение стандартное. С общим плюсом кнопка подключается между землёй и специальным контактом. Есть режим, которого нет на Матрикс 2К. Это режим открытой двери. Нажатием кнопки открытия двери на 5 секунд включается режим открытой двери. Это значит, на замок не подаётся напряжение. То есть дверь будет постоянно открыта. Электрозамком нужно пользоваться только в рабочее время, а вечером его можно выключить. Или наоборот. Вот можно использовать этот режим. И выключение точно так же длительным нажатием на кнопку открытия двери подаётся напряжение. Этот контроллер-считыватель, наверное, лучший вариант для офиса. Особенно если требуется установить большое количество считывателей на помещение, которое только строится. Потому что на этапе согласования пока непонятно, какие двери будут в автономном режиме работать, какие в сетевом. И здесь мы просто на каждую дверь поставляем такой считыватель. Если нужно, мы его подключили как сетевым. Если нужно, как автономный. Жаль, конечно, что коробочка вторая не белого цвета, так ещё и под дизайн подобрали. Хочешь белый, хочешь чёрный. Всё как надо. По умолчанию этот считыватель-контроллер работает в режиме считывателя. При поднесении любого из ключей он передаёт информацию их по одному из протоколов, по которым работает этот контроллер. Давайте рассмотрим, как его настраивать в автономном режиме. Для начала нужно перевести контроллер в автономный режим. Для этого мы нажимаем два раза кнопку PROC и подносим карту. Это будет мастер-карты. Всё, то есть два раза её поднесли и сразу вышли. Дальше нам нужно добавить ключи пользователя. Для этого нужно поднести два раза мастер-карту и потом поднести ключ пользователя. Дальше мы можем выйти из этого режима программирования обычных ключей. Пробуем. Замок открывается. Напряжение на него подано. Пробуем. Нет напряжения. Всё. Время открытия я считаю вполне комфортное и на заводе установлено, но его можно изменить. Для изменения времени открытия контроллера нужно четыре раза нажать кнопку PROC. Раз, два, три, четыре. Поднести мастер-карту. Дальше нужно PROC нажать нужное количество секунд. Два, три, четыре, пять. Вот пять секунд он будет работать. Пробуем. Два, три, четыре, пять. Всё нормально. Также можно задать режим замка. Нормально открытый, нормально закрытый. Есть у этого контроллера интересная возможность. Можно взять несколько контроллеров RUSGARD, записать все ключи в один, все настройки произвести на одном и потом, подключив первый, на который всё настроили, ко второму, двумя проводочками, ну и два питания, мы можем переписывать информацию с этого в следующий контроллер. Максимальный ток нагрузки на электрозамок. У этого контроллера RUSGARD всего 500 мА. Но все электрозамки, которые потребляют больше 500 мА, нужно использовать совместно с БУЗом. Иначе в них сгорит катушка. Ну и соответственно получается, что 500 мА нам хватит как для электромеханических замков, так и для электромагнитных. Мы вот сегодня рассмотрели такой считыватель, контроллер. Ваше мнение о нём? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Использовали и будете ли? Мне кажется, это очень хороший вариант. И его смело можно использовать. Купить вы его можете по ссылке, которая размещена в описании к этому видео. Спасибо за внимание!